Жигули, москвичи, Волги, вызывающие ностальгические чувства автомобили, тоже умеют ездить быстро. Чтобы в этом убедиться, достаточно посетить один из этапов чемпионата Classic Touring Cup. На автодроме Moscow Raceway состоялся заключительный уикенд 2022 года. Серия у нас в этом году состояла из пяти этапов. Мы проехали два этапа на гоночном кольце в Смоленске, в Нижнем Новгороде и на Егоре Драйв. Финальная гонка собрала почти всех лучших пилотов серии. Но основной секрет ее обаяния – это, конечно, боевые янгтаймеры. Машины, очертания которых знакомы нам с детства. Это же интересно. Это машины, на которых мы делали свои первые шаги. И они могут ехать быстро. Это же здорово. Тут и ВАЗовская классика почти во всем многообразии трехобъемных кузовов, и продукция АЗЛК, и, разумеется, высшая ступень, доступной простым смертным автомобильной роскоши – Волга. У нас сегодня представлено пять автомобилей Волга на 406-х моторах. Мы постоянно участники Classic Touring Cup. Мы стараемся принимать участие во всех этапах. То есть в прошлом году у нас было четыре машины, в этом году у нас уже пять машин. Если вы научитесь пилотировать Волгу, то, в принципе, после Волги пилотировать можно абсолютно любой автомобиль. Но изюминкой серии можно считать одну из машин команды «Наследие» – ИЖ-2715 Владислава Шевеля – единственный пикап на стартовой решетке. Машина была создана в мастерской «Наследие» по мотивам гоночного автомобиля Владимира Гольцова. Это в целом реплика исторического автомобиля, правда, больше и подробного, а не кольцевого. Еще одна важная черта серии – это состав участников. Тут совсем немного профессиональных пилотов, подавляющее большинство – любители. Для них гонки – это в первую очередь увлекательное хобби, возможность удовлетворить жажду скорости. Они пришли в эту серию, в этот спорт не из спорта. Это нормальные люди, которые ходят каждый день на работу. Я любитель, я в гонки пришел пять лет назад, соответственно, ездил на «Жигулях», начинал свою карьеру, там, «Жигули-1300», выиграл чемпионат, потом «Жигули-1600» выиграл чемпионат, сейчас, в этом году, пересел на иномарку, на «БМВ». Ну, есть тоже все шансы выиграть. Евгению Трушину удалось выиграть чемпионат в классе «Оупен-классик». Другими победителями сезона стали Денис Кириллов, Игорь Шунайлов, Армен Кочаров и заслуженный ветеран Владимир Черевань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова